значит всем здрасте у нас запускается новый спецкурс как вы видели вот он называется разработка программного обеспечения для гну линукс но в действительности сегодня мы вообще про это говорить не будем потому что прежде чем заняться разработкой необходимо договориться о том в каком окружении и при как при каких так сказать о входных условиях мы будем этой самой разработкой заниматься этот спецкурс пока еще я не нашел место в котором я его буду читать вот сегодня делают с факультета если окажется что это неудобно а в данный момент мне кажется что это не очень удобно потому что я нахожусь в классе здесь довольно шумно вот то возможно придется его перенести с вторника на какой-то другой день недели ну потому что по вторник меня на факультете но пока что мы вот сегодня мы встречаемся здесь и сегодня брать об обращаю ваше внимание не вводные лекции в том смысле что связи о которых я расскажу сегодня они в общем нам понадобятся в дальнейшем как я уже сказал прежде чем мы с вами займемся займемся разработкой нужно освоить как минимум две темы которые заявлены у нас титульно название лекции эти две темы это удаленный терминальный доступ к серверу который я буду раздавать всем желающим вот но не обязательно не обязательно всем об этом чуть позже разговор и использование системы контроля версий в которой мы будем опубликовать свои домашние задания если кому-то интересно делать еще и домашние задания сразу предупреждаю что спецкурс по разработке программного обеспечения если будет проходить у вас в виде послушали товарища лектора и успокоились то понятное дело вы наверное получите некоторые представления о том как происходит разработка программного обеспечения представления да но попробовать это если вы это не попробуйте то ну как бы слова разработка в данном случае к вам будет неприменима поэтому домашние задания стоит делать и мы с вами чуть-чуть поговорим в конце сегодняшней лекции о том как именно их делать прежде чем мы начнем собственный разговор немножко немножко такого бла-бла про то почему этот курс устроен так будет устроен так как я его устроил а не значит с рассказом каких-то более развеситых инструмент что имею ввиду дополнительной фишкой нашего с вами курса будет являться то что все инструменты о которых я буду рассказывать пригодны в использовании к использованию в командной строке мы с вами будем пользоваться редактором из командной строки отладчиком из командной строки значит с системой контроля версии из командной строки вообще всем как следствие то что мы что что я делаю на своем компьютере вот на этом можно будет использовать по дистанционно на любом компьютере здесь есть у вас аккаунт и установлено нужное количество программного окружения для разработчика например повторяя на том сервере который я значит которую аккаунт на который у меня можете у меня получить но в действительности это виртуал вот но но не только еще один как сказать такой дидактический момент заключается в том что пользуясь исключительно инструментами командной строки я хочу показать что суть разработки суть самого процесса не ограничены интерфейсом не описывается в терминах кнопочек название кнопочек и так далее мне кажется что чем меньше каких-то специфических подробностей каких-то конкретных названий конкретных инструментов мы будем заучивать ну разве что для примера ознакомливаться то тем больше у нас будет пространство для того чтобы для того чтобы собственно обратить внимание саму разработку ответ на вопрос какой нужен минимум вообще говоря не очень какой потому что вы в принципе если у вас адекватное сборочное окружение можете просто воспроизводить те действия которые я делаю на экране плюс что-то такое дочитывать и все все вам скажется что желательно желательно более или менее уверенная работа в командной строке не такая вот суперская как я иногда буду демонстрировать я не то чтобы большой супер в этом просто опыт большой вот а значит уверенная работа в командной строке и в общем достаточно адекватное понимание того что еще стоит процесс программирования все узнание языка си у нас будет примеры все на языке си это тоже отдельно такая тема вот именно что си но это не курс по программированию носи это не курс по системному программированию в линукс это курс по тому как в окружении линукс о принято разрабатывать программные продукты небольшие без особых извращений без особых упоров какие-то страшные инструменты вот просто как это устроено поскольку у нас речь идет о интерфейсе командной строки мы значит с вами очень коротко да бегом вот у нас в плане лекций все что нужно обсудить бегом снабжено такой голубой лампочкой вот значит бегом поговорим про то что это вообще такое вот а не бегом будем говорить про другие вещи значит бегом интерфейс командной строки зародился в очень давно когда компьютеры были большие деревья маленькие ну я имею ввиду именно это потому что компьютеры занимали выглядели как множество шкафов занимали целый зал вот в зале в котором я сижу был стоял один кажется компьютер или два возможно ты значит к этим всем шкафам строилась программное обеспечение всякое 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 к ним же строились какие-то интерфейсы вводы выводы в виде например считыватели перфокарт или там перфоленты или магнитные ленты вот а интерактивный режим работы с ними поначалу не был продуман вообще а когда его начали продумывать придумали такую штуку что есть опечатная машинка телетайп вы набираете на ней команды они попадают в компьютер компьютер вам отвечает и результаты этого ответа печатается печатается на бумажке есть даже такой такая картинка может быть я ее покажу обратите внимание что кем томсона денис дэнис ричи собственные авторы языка си сидят за такой вот консолью у которой в качестве клавиатуры клавиатура а в качестве устройства вывода рулон бумаги вот было это все очень давно именно очень соответственно с тех пор он все стало развиваться придумали терминал и терминал это было аппаратную устройство похоже на то что мы с вами видели только у него еще были был был экранчик вместо телетайпа а то что что мы с вами называем терминалом это уже эмулятор терминала то есть штука которая работает как тогдашний 50 летней давности терминал только программно эмулированная вот терминалы наследует идеологии интерфейс командной строки в том смысле что мы даем команду нашему компьютеру он интерпретирует то что мы набрали и выполняет но в частности вот это нашим интерпретатором командной строки было воспринято как две команды обратите внимание они красненькие у меня две команды обе из них неправильные значит красненькая означает что он их не распознал еще когда я разбирал их вот ну и собственно о чем мне интерпретатор командной строки и сказал что он не распознал эти команды вот следующий мой диалог с интерпретатором командной строки оказался более успешным он распознал команду дэйт выполнил ее результата вывел меня на экран вот ну и так дальше и так дальше значит принципы интерфейс командной строки очень простые вы ведете диалог с компьютером выводите ему команду команда парсится как то вот то есть происходит синтаксический разбор того что вы набрали интерпретируется разбирается выполняется ну и дальше результаты выполнения вы видите в том же самом терминале то есть выводится вам в то самое место которое вам служит для контроля вашего ввода вывод ведет там же где где идет контроль ввода вот дополнительный принцип интерфейс командной строки состоит в том что не только поток данных вам выводится на экран но и поток диагностический управляющий вот например вот это сообщение это было диагностическое сообщение о том что команда не верна и вывелась она туда же куда вывелись данные которые вы затребовали вот это было как бы результат работы программы дейт а вот это было диагностическое сообщение совмещение потока управления потока данных это тоже принцип интерфейс командной строки вот по крайней мере в случае когда вы выводите что-то он очевиден знающий язык программирования си могут еще вспомнить что есть два разных потока вывода std-out и std-er на один из них выводятся стандартные данные на другое сообщение об ошибках вот они по умолчанию объединены одним устройством их можно будет разделить но об этом тоже и не сегодня еще одна вещь которую мы опустим которой я буду пользоваться на автомате а те из вас кто значит не имеет привычки возможно не будут и не будут немножко страдать это всевозможные дополнительные вкусности которые предоставляет нам интерпретатор командной строки в линук системе чтобы удобнее было ее редактировать значит две главные вкусности это история стрелочка вверх стрелочка вниз позволяет нам позволяет нам рассматривать уже введенные команды поиск по этой истории тоже возможен клавишу control-r видите на мне написали background incremental search говорит о том что я начинаю набирать команду а она ищет в истории самую последнюю в состав которой входила та строка которую я начинаю набирать вот набрал а здесь мне уже шелл услуживу подсказывает команду rsync которая в прошлый раз набрал да это первая вкусная фича и вторая вкусная фича это ну понятно обычная фича это возможности редактирования командной строки вы можете там где-то что-то поправить например написать вот так вот и у вас уже будет программа работать а значит ну вернее программа команда будет работать и соответственно вторая главная вкусная фича так называемое достраивание достраивание работает следующим образом ну например если у нас есть какая-то страшная страшное название файла вот такое и вы хотите что-то с ним сделать ну не знаю там pdf ту текст какой-нибудь f ту текст вы можете не пытаться писать в командной строке вот эту всю ерунду а начать писать вот так вот дальше жать tab и в зависимости от мозговитости интерпретата командной оболочки он либо будет заниматься достраиванием имени файла либо даже более интересными вещами сейчас покажу но в данном случае я нажал tab и умный shell достроил вот это слово link до имени файла содержащего начинающийся на эту строку точнее до того места где начинается неоднозначность вот их два разных ну вот допустим вот так вот что что сайт получилось о получился файл тексты в котором что-то содержится интересно что ну какой-то текст очень интересно совершенно не интересно вот значит лампочка должна нам говорить о том что это вещи которые вы хорошо бы освоили сами я не буду про это рассказывать в этом курсе вот еще одна вещь уже чисто линуксовая говорит о том что управляющий поток ввода тоже подается с терминала что я имею в виду ну представьте себе что вы запустили какую-то программу и она как-то работает вот программа cat как мы помним вводит со стандартного ввода выводит на стандартный вывод мне надоело что у меня программа cat работает как бы ее завершить из курса операционной системы мы знаем что ей надо послать сигнал ну скажем и она становится но для того чтобы послать ей сигнал надо выяснять какой идентификатор процесса у программы cat писать где-то kill вот этот самый ну короче вот можно сделать проще поскольку перед нами терминал ну точнее эмулятор терминала то помимо потока данных которые от нас входят он также воспринимает от нас поток управления некоторые символы которые мы пытаемся передать в терминал интерпретируются самим терминалом не интерпретатором командной строки самим терминалом как символы управляющей работой системы и в частности если мы нажмем control c динч давайте еще раз покажу да control c то вместо того чтобы переслать этот символ а это символ со скидкодом 3 нашей программе cat терминал это воспримет как просьбу послать этой программе сигнал и эта программа упадет вот это первый значит способ остановить если у вас идет стандартный ввод второй способ остановить если у вас идет стандартный ввод заключается в том чтобы сказать опять таки терминалу послать ему управляющий символ который будет говорить о том что стандартный ввод закончился дорогая cat твой файл с которого ты вводишь закончился по умолчанию этим ведает сочетание клавиш control d то есть символ со скидкодом 4 символ нет не control z символ со скидкодом 4 дойдет до только до терминальной линии терминальная линия его поймает и вместо того чтобы посылать его дальше вместо этого она закроет для программы cat стандартный ввод после чего он закончится что касается control z это более хитрая штука она приводит к посылке текущему процессу сигнала suspend он не остановится он придет время не завершится придет в приостановленное состояние войдет ему можно будет потом послать сигнал continue он продолжит свою работу но эта тема точно не нашего разговора сегодня что я хотел сказать что терминал точнее в данном случае эмулятор терминала которым мы пользуемся является устройством не только ввода вывода но еще и управление вы управляете компьютером с помощью посылки сигналов а компьютер управляет вами с помощью диагностических сообщений которые вы предположительно читаете это у нас на следующей лекции будет что ошибки компилятора это не ошибки компилятора это ваши ошибки и пожалуйста читайте когда он их вам предъявляет поскольку все эти темы отмечены лампочкой это означает что мы их сегодня разбирать подробно не будем мы лучше под подробно размерем темы следующие вот последнее что я хочу сказать что вы должны будете в вашем дистрибутиве если вы будете выполнять домашнее знание на своем компьютере в виртуалке найти терминал и научиться с ним работать а еще одно я не сказал просто чтобы было понятно откуда тут цветные буквы зелененькие буквы желтенькие буквы голубенькие буквы другие зелененькие буквы в действительности никаких зелененьких букв и желтеньких букв не бывает просто наш эмулятор терминала обладает таким свойством что при выводе на него специальных символов эти символы не выводятся как буквы на экран а просто меняют цвет того что будет выводиться дальше вот смотрите нет нет эскип скобка забыл а о вот это я включил режим жирных букв просто они у меня цветом выделяются а вот его сейчас выключу ой это я включил режим зеленым по зеленому вот зеленым по синему вот черным а синим по синему молодец в общем вы меня поняли идея состоит в том значит я на самом деле передаю туда специальные последовательные символов это символ escape с кодом забыл 27 это просто скобочка это 42 означает что цвет такой а м означает потому что так надо и он внезапно перекрашивается у разных эмуляторов терминала вот такие способности к раскрашиванию разные в этом вашем линуксе к сожалению базируется ровно на одном способе и какие-то экзотические терминалы от этого страдают просто имейте в виду что никаких зеленых букв нету что это тоже такой способ управлять в данном случае терминалом с помощью вывода на него специальный букв все я эту тему оставляю а то нам не хватит не хватит на все остальные темы их тут много значит сначала про Secure Shell ну например вот так чтобы было виднее что касается Secure Shell то ситуация следующая предположим вы хотите получить терминальный доступ к машине но не своей а по сети что для этого нужно сделать вообще говоря немного для того чтобы просто передавать байтики туда и сюда некоторые из которых являются управляющими на той стороне управляют компьютером с той стороны ну например Ctrl-C нужно написать очень простую программу которая берет вот с вашей клавиатуры значит вот этот превращает в байтики байтики отсылает по сети заворачивает их в пакетики пакетики отсылает по сети на ту сторону с той стороны другая программа их разворачивает и скармливает в терминальную линию все очень просто проблема начинается тогда когда выясняется что для того чтобы подключиться к удаленной машине от вас оказывается требуется логин и пароль и этот логин и пароль который от вас требуется вы передаете вообще говоря по интернету в те поры когда интернет только избрели значит все протоколы сетевого взаимодействия почти все вообще-то как-то не заморачивались вот это проблемами секретности и развелось множество программ которые выковыривают все эти логины и пароль из несекьюрных протоколов вот и накапливают их потом злоумышленник в интернете который все это увидел может этим воспользоваться именно поэтому мы используем терминальный доступ который называется Secure Shell потому что он Secure то есть безопасность использование Secure Shell выглядит примерно так вы говорите ССХ дальше имя пользователя ну например Alt-Linux дальше Add и дальше адрес или имя компьютера на который вы хотите зайти ну в данный момент я например захожу на компьютер вот на котором сейчас стоит мой ноутбук поскольку я в компьютерном зале давайте нет, давайте я сначала зайду не сюда а зайду на машину в которой ключ у меня зарегистрирован чтобы вы получили представление ой тоже нет давайте я сначала сделаю вот так вот мы зайдем а потом да смотрите значит давайте еще раз продемонстрирую то что я проделал уже коротко а что не так то а понятно ладно тогда сюда извините извините вот смотрите что произошло давайте еще раз подемонстрирую мы заходим на удаленную машину настройки myosicure Shell говорят что при заходе на удаленную машину эта удаленная машина имеет ключ хоста такой-то об этом разговор впереди главное что она спрашивает логин ну мы логин мы сами задали и пароль вот эта картина было бы тут видно значит что я зашел вот на ту машину я бы мог бы как-то доказать свое присутствие на ней но вы можете и сами поверить потому что вот у нее ip адрес 101613416 а у моей машины если вы помните адрес был другой адрес был 101613432 обратите внимание что они разные вот значит это другая машина с возможно другой операционной системой зато если например вы не хотите разворачивать сборочную среду на своей машине вы можете воспользоваться другой сборочной средой заходить туда по SSH именно с этим связано кстати сказать как я уже говорил в начале желание мое использовать исключительно команд-лайновые утилиты для работы с этой штукой да ну тут они даже какие-то есть видите там GCC какой-то есть вот значит заход вы указываете логин а потом набираете пароль что что лежит под капотом этой технологии под капотом этой технологии лежит такая штука как асимметричное шифрование значит опять таки тут надо было бы поставить лампочку потому что мы не будем вникать в подробности асимметричного шифрования я скажу только три вещи что такое асимметричное шифрование это когда вы берете пароль с помощью этого пароля зашифровываете данные отправляете их вашему товарищу а он с помощью этого же пароля их расшифровывает вот типичные там зашифрованные архивы какая-то такая фигня асимметричное шифрование имеет один очень большой недостаток как известно что знают двое знает весь мир а вы должны для того чтобы ваш товарищ расшифровал то что ему прислали рассказать ему пароль я уже не говорю о том что передача этого пароля должна быть строго секретной если кто-то вас подслушает то все собственно знает весь мир вот вероятность утечки этого пароля довольно высока чисто такая вот житейская бытовая вы все время должны рассказывать кому-то пароль это свойство симметричного шифрования асимметричное шифрование устроено таким образом говоря очень грубо что у вас пароля два они называются ключами один пароль секретный который вы не рассказываете вообще никому никогда совсем второй пароль публичный который вы рассказываете всем всегда и если вы хотите зашифровать что-то и отправить вашему товарищу то вы шифруете данные своим секретным паролем а он расшифровывает их вашим публичным паролем на самом деле любой человек может расшифровать данные которые вы зашифровали своим секретным паролем с помощью вашего публичного пароля потому что публичный пароль публичный ключ доступен всем таким образом мы не сходя с места изобрели понятие электронной подписи почему потому что никто кроме вас зашифровать данные вашим секретным ключом не сможет ибо секретный ключ не распространяется а криптостойкость такая ну она достаточно высокая если вы хотите обратную ситуацию чтобы никто кроме вашего товарища не смог расшифровать данные что вы делаете вы шифруете данные его открытым ключом его открытым ключом а он их расшифровывает своим закрытым никто кроме него данные зашифрованные его открытым ключом расшифровать не сможет в этом суть симметричного асимметричного шифрования что можно что нельзя делать с открытым и закрытым ключами ну совершенно очевидно закрытый ключ не рассказывается никогда и никому он не предназначен для передачи никакой акт использования асимметричного шифрования не предусматривает передачу кому бы то ни было закрытого ключа совсем поэтому с ним ничего нельзя делать его в общем да даже нехорошо хранить в открытом виде где-то мы поговорим о том как как от этого можно слегка оградиться но в принципе нехорошо над носить с собой на флешке там втыкает вот это все наиболее замороченные люди так и делать даже есть специальное устройство аппаратный для хранения закрытого ключа чтобы вы могли его воткнуть только значит вы могли вас носить только воткнув это аппарат открытый ключ вы можете распространять куда угодно им воспользоваться во вред кому бы то ни было нельзя единственное что вы должны иметь ввиду что никто не сможет проверить вашу электронную подпись если у нее не будет а вашего открытого ключа и соответственно вы не сможете послать вашему товарищу секретное сообщение если у вас не будет его открытого ключа это понятно единственная проблема которой стоит иметь представление это проблема это проблема первоначального обмена этими самыми ключами когда вы рассказываете вашему товарищу открытый ключ вы должны это делать максимально защищенным способом для того чтобы если между вами и вашим товарищем не найдется кто-то кто устроит просе поймает ваш открытый ключ генерит свой свой расскажет вашему товарищу и весь трафик которую будете пересылать якобы зашифрованный будет по ходу расшифровывать смотреть его перешифровать своим ключом и скормить товарищ поэтому первоначальный обмен ключами должен быть очень-очень безопасный или хотя бы проверен именно на этом основании работает возвращаясь к тому что сегодня показывал секью решил и например когда вы заходите на неизвестный у каждого компьютера пардон у каждого компьютера существует так называемый хостки где-то он тут это лежит в дистрибутивах alt linux ну конечно в дистрибутивах alt linux он но я вам раскрою страшную тайну вот он хостки вот это закрытый ключ который себя чем вам показал то я был пропалил потому что нельзя показывать а вот это открытый ключ который я в принципе могу показывать вот у каждого компа который поддерживается к решал есть свой собственный у компа закрытый открытый ключ и когда вы к нему присоединяйтесь первый раз к этому компу он давайте мы сейчас отредактируем такое место чтобы еще раз увидеть как он у нас спрашивает когда вы первый раз присоединяйтесь компьютеру происходит обмен этим и открытыми ключами вам приезжает его открытый ключ и вам говорится буквально следующее смотрите тут приехал открытый ключ он большой вы в принципе можете прямо его весь проверить но там реально 4 килобит килобит или 2 килобита данных от этого ключа можно посчитать контрольную сумму это контрольная сумма достаточно короткая вот она но при этом достаточно длинная чтобы если ее сверять подделать его было невозможно да то есть вот тот самый предположительный значит злоумышленник который будет ретранслировать наш трафик не сможет подделать не открытый ключ не даже контрольную сумму от него ну правда ну вот тут форсом подобрать вот такую ерунду абсолютно невозможно не хватит всей мощности всех компьютер вот и вот этот открытый ключ вы должны сначала проверить ну например позвонить администратору и спросить а точно он такой а дальше ответить на вопрос действительно ли контрольную сумму который вам покажет отпечаток открытого ключа удаленной машины вот с таким адресом действительно ли такой на самом деле я еще у себя настроился к решил так что он рисовал аске арт когда вам нужно на взгляд по-быстрому определить тот ли этот открытый ключ или нет понятное дело что читать вот такую ерунду достаточно тяжело а вот эта штука ее можно как-то вот на нее поглядеть ну и например решить что это такой амперсендик видите вот у него хвостик колечко до тельца вот что это такой амперсендик у которого черный хвостик вот амперсендик с черным хвостиком вполне достаточное определение чтобы вы так немножко на взгляд его запомнили вспомнили что это он сказали yes и с тех пор и с тех пор пользовались знаниями о том что этот открытый ключ вот этого хоста именно такой как я уже показывал информация об этом заносится в файл но он хост вот он этот открытый ключ которым нам показывали раньше вот вот его фингерпринт и когда вы будете заходить на вход в следующий раз у вас уже не будут спрашивать уверены вы или нет просто на всякий случай покажет вам этот фингерпринт но вдруг там что-то изменилось видите вот ну это черный амперсендик с хвостиком для сравнения если я захожу на какую-то другую машину там свой открытый ключ вот абсолютно не похожий на тот который был видите совсем это не персендик с хвостиком это такое даже не знаю ну вот тут довольно характерное такое ведь о равно о равно о плюс да такая диагональ можно себе представить что такой крокодил выглядывающий справа в общем вы меня поняли да эти картинки гораздо более не похожи с виду чем вот такие вот зубодробительные последовательные вот секью решил значит дальше больше нет файл автора из от кейс это другое отвечаю на вопрос григория жданова файл автора из от кейс это список хост ключей список ключей с которыми можно заходить вообще без пароля мы сейчас это сделаем ну я сейчас это покажу но это про другое прежде чем начать заходить без пароля мы должны проделать следующую операцию сейчас шла речь об ключах хостовых то есть о том что когда вы заходите на удаленную машину вас никто не обманул и вместо вашей удаленной машины не заманил бы вас в ловушку как видите призах при заходе на удаленную машину логин и пароль вам все равно нужно указывать вот но вы можете поступить следующим образом вы можете а я попробую зайти назад вот это будет правильно вот сюда дать еще раз вот я зашел на удаленную машину с удаленной машины я могу ходить дальше могу еще куда-нибудь идти да ну например обратно ну куда ты чак например обратно опять произойдет та же ситуация нас спросят действительно ли это мой finger finger print от того хостана на которой я захожу потому что с той стороны его нету ну допустим да вот вот я зашел обратно чак а понятно надо было сделать не так надо было сделать вот так ну вот значит вот я зашел туда вот я захожу на на другой хвост поскольку хостки у нас уже спрашивали и он уже отложился вот он кнул хост да вот от этой машины у нас хвостки уже отложен у нас уже его не спрашивают они спрашивают пароль я захожу а как настроить как настроить заход по ключу вы должны сгенерить ключ вот какой то для начала будет без парольный вообще это довольно опасно потому что о ваш закрытый без парольный ключ если он попадет в руки злоумышленнику попадет в руки вот тот самый ключ закрыт который нельзя никому копировать то он сможет им воспользоваться без пароль ну допустим будет без пароль вот нас генерился вот его fingerprint похоже на поганку такую достаточно гнилую вот вот он тут лежит вот он вот его публичная часть вот его приватная часть этого то что нельзя никому показывать я это вам показываю исключительно потому что сейчас с этим ключом все равно ходить некуда я его удалю очень скоро он никому не нужен он нужен только для демонстрации но сейчас мы попробуем сделать так чтобы с этим ключом можно было заходить на другую машину вообще не предъявляя ей пароль значит вот у нас есть вот такой ключ вот мой весь выделяем ну допустим мы заходим на другую машину берем тот самый файл вторая z keys о котором сейчас говорил григорий и дописываем туда этот ключ возвращаемся обратно на машину с которым в которой этот ключ есть и смотрите что происходит ой я зашел туда без пароля давайте посмотрим более подробно этот мультик минус в что происходило пошел-пошел-пошел-пошел-пошел нашел несколько ключей зашел на хвост проверил проверил что хвостки у нас есть но он хвост савите хвост из но он нашел ключ я будет этот ключ предъявлять удаленному логину а вот предъявляет ему ключ тот гордо хороший годный ключ все можно заходить никаких логинов и паролей не произошло дайте я удалю это если у нас хватит времени как-нибудь я просто времени у нас мало я еще расскажу что такое агент но про агент я буду рассказывать чуть позже чтобы сказать сейчас у вас мозги не плавились у тех кто не в тени значит он идея следующая для доступа к удаленной машине без пароля по ключу вы должны сгенерить пару ключ публичный ключ приватный и положить приватный ключ на удаленную машину это можно сделать с помощью ну руками или это можно сделать вот так вот ссх копий айди туда же вот что смотрите что он говорит мы нашли публичный ключ ваш сейчас мы его мы туда за залогинимся на вот ту машину и добавим этот ключ ключ видите все добавим еще разок вот что нам говорит мы давали этот ключ в авторазе кис и теперь вы можете туда зайти без пароля действительно могу результат не отличается от того что было раньше вот этот ключ уже автоматически туда добавленный с помощью программы ссх копий айди его еще раз удалю естественно чтобы такого не было в общем идея понятна на сегодня все про ссх теперь про гид это вторая вещь которую мы должны освоить хотя бы в зачатке прежде чем разговаривать про какую-то разработку про какой-то девелопинг подлинг более того наши условно говоря домашние задания то есть и люди которые хотят получать поэтому спецкурсу оценку должны будут оформить значит свои гид репозитории и по ним то и будет оценка выставляться теперь касаемо гита сразу скажу что сегодня будет разговор довольно короткий про гид нормальная такая информационный блок где-то часов шесть длится у нас этих шести часов нету разумеется вот но у нас и нету всех тех задач которые встают перед разработчиками использующими гид наша задача просто хранение и версионирование файлов составляющих исходный код какого-то проекта в данном случае это проект сборник наших домашних заданий больше ничего хронирование версия ней хранение версионирование как это не смешно задача на самом деле не самая простая даже если вы занимаетесь банальной разработкой внутри так сказать на одном компьютере вам нужно просто хранить версии файла файлов умеет по ним бегать в чем идея и действует в том что вы разрабатывать какой-то программный продукт и вот он работает как-то проходит какие-то тесты какие-то не проходят у него есть некая некий чекпоинт настал дальше вы начинаете его менять пока вы редактируете файлы из которых он состоит вы его как бы ухудшаете они не компилируются в них есть какие-то недочеты все в какой-то момент вы доредактируетесь до такого состояния что все опять станет хорошо в этот момент нужно бы как-то поставить такую галочку знаете вот у меня в данный момент моей работы опять все тесты проходят а еще и обязал клевую фичу в этом месте хотелось бы поставить очередной чекпоинт чтобы когда вы рассматривали процесс разработки было видно что в этот момент какие файлы в каком состоянии были в тот момент когда программа снова заработала снова стала проходить тесты а у вас еще еще и значит новая фича реализов вот и вот таких вот моментов в процессе разработки бывает довольно много если программа большая то вы вряд ли вспомните что и как вы меняли неделю назад вот а иногда бывает так что неделю назад вы внесли ошибку и там она висит а теперь вы значит пытаетесь понять когда же это произошло какой кусок кода привел к этой ошибке и так собственно все если не принимать во внимание совместную разработку то задача системах систем контроля версии это хранение версионирование но еще публикации того что вы зарабатываете а вот если принимать внимание совместную разработку то есть ситуация когда на одним и тем же кодом работает несколько человек каждый каждый пилит свой кусочек а потом они объединяются то все становится гораздо более интересное гораздо более развесиста но к нашей непосредственной тематике это не относится поэтому давайте мы поговорим про конкретный гид и про конкретно то как в гите работать с этим тут все достаточно просто вы создаете какой-нибудь каталог я уже его создавал а его удалю он пустой в этом каталоге будет одновременно содержаться и все файлы с которыми работаете вы текущее состояние вашего проекта и репозиторий который будет хранить все всю историю этого состояния все файлы которые когда в каком все состояние всех файлов которым они когда бы то ни было находились для того чтобы инициализировать репозиторий вы говорите гид и нит это первое что вы должны делать при этом у вас в текущем каталоге образуется каталог под названием . гид это и есть репозиторий этот репозиторий имеет достаточно интересную структуру но у нас нет особо времени в нее влезать видите сразу много файлов образовался но если вы скажете ls без параметров то поскольку название файла начинается на точку лс вам вопрос не покажет вот видите ну надо вот так говорить чтобы 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 вам показал это репозиторий репозиторий в данном случае создан он пустой в вашем хранилище нет ни одного файла и вашей так называемой рабочей копии то есть в тех файлах с которыми работаете тоже нет пока ни одного для того чтобы положить файл в репозиторий надо создать его ну скажем вот но этого недостаточно когда вы создаете файл ох давайте они здесь это буду делать извините а вот здесь есть одно у меня слишком хитрые настройки гита будет будет чат например на тестовой машине это сделал давайте еще раз им кодир прочь cd прочь гид нит вот он вот он . гид нифига не видно надо будет перекрасить следующий раз вот а сейчас перекрашу вот обратите внимание на команду scp команда scp позволяет копировать файлы и там как команда cp только оверс и саха позволяет копировать файлы с компьютера на компьютер с помощью протокола саха сейчас я взял и перекопировал файл дир колорс вон туда на на вон ту машину чат еще вот так вот сделаю и будет совсем клево отлично обратите внимание файл дир колорс появился и теперь у меня лс раскрашивается в те цвета которые я люблю не в те которые по умолчай красота формат команды scp откуда куда все очень просто проще некуда файл откуда файл куда в смысле уэрл куда только 2 . там в конце видели ну вот значит вот мы перешли в прош вот мы создали файл вот в данный момент гид не считает что в нашей рабочей копии есть что-то что надо помещать в репозитории видите файл редми помещен как антракт что это означает это означает что у вас в рабочей копии завелись какие-то файлы но вы еще не сказали гиду гид это надо будет поместить в репозиторий для того чтобы сформировать будущий комит то есть будущее пополнение репозитория вы должны добавить в него ваш файл сказать так гид от редми видите разницу да значит теперь гид считает что как минимум один файл должен попасть в следующий комит то есть вы сформировали комит это новый файл не отредактированный но мы сейчас увидим как по-разному устроен вот таким образом вы хакаете какие-то файлы подготавливать их комит данный момент вы ничего не делаете с вашим локальным репозиториям вы только работаете с рабочей копии и размечаете некоторые файлы в рабочей копии нужно комит с некоторые нельзя ну давайте поправим еще наш отредный вот так вот сделаем обратите внимание что у вас теперь все разъехалось у вас есть файл рядми в том состоянии в котором он был который вы добавили в будущий комит вы сам этот файл поправили а еще у вас есть файл рядми тильдочка это вим оставил запасной файл со старой версии ну давайте обновим обновим вот да значит что мы сделали мы скале дорогой дорогой гид вот не тот рядми который ты раньше запомнил а этот вот новый обновленный рядми давай пожалуйста добавь он говорит а что еще есть рядми тильдочка да забей на него пускай он будет антракт он не нужен это бы как итак мы сформировали наше изменение проект хороший годный теперь нужно делать комит мы пишем гид комит а тут еще одна вещь сейчас я ее посмотрю если она есть а нету отлично мы пишем гид комит а вы знаете что прежде чем комитить да спрагит игнор я расскажу чуть позже если успею он говорит что прежде чем комитить дорогой друг вы вообще представьтесь вы кто и почта вас какая это достаточно фейковая кто и фейковая почта вы можете написать туда что угодно вот но имейте ввиду что ваших комитах вот эта почта и ваше имя будет отражаться если вы напишите туда на то что написано здесь например вот так вот да обратите внимание что при этом происходит в глобальные настройки вашего гита то есть в домашний каталог прямо вам закинуться вот эти сведения вот 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 здесь вот это будет лежать во теперь все комит которые будете делать будут происходить от человека по имени юр нами почтовым адресом you example ком если вы этого хотите то так и оставляйте если вы хотите чтобы это были какие-то более разумные вы ну впишите туда валидный email и ваше имя как походить что вас поставили ну вот теперь гид комит заработает что сейчас происходит сейчас происходит редактирование так называемый комит месседж дисциплина работы с исходным кодом требует чтобы каждый раз когда вы делаете хорошие годные изменения в вашем коде вы описывали а что вы собственно дело сделали с этим кодом какую вы решили задачу что именно вы сделали описывать не надо потому что там всегда можно посмотреть что изменилось а вот какую вы решили задачу описывать надо в данном случае на пиле это и не шелками мы прям так и напишем и не шелками обратите также внимание на то что все что начинается на решетку как пишет нам заботливый гид является комментарием то есть вашем комити не будет вот этой части и к и гид нам написал что до произошел комит теперь у вас в истории комитов целый один комит есть на этом а про это можно посмотреть сказавший гид лог кстати как выйти из этого гид лога надо нажать q а прежде чем идти дальше память маленькое замечание может быть некоторые из вас заметили что я пользуюсь редактором вим как своим родным потому что я им как бы давно с ним знаком но те кто с ним не знаком вообще у вас есть две опции первое познакомиться это отдельная интересная тема это действительно очень мощный редактор в случае терминального доступа просто незаменимый но без серьезного знакомства с ним пользоваться им вы не сможете если вы правим только слышали или не слышали вообще первое что вы увидите первое чем вы столкнетесь работы в редакторе вим что из него выйти невозможно вы не знаете как как выйти из редактора вим двоеточие восклицательный куб исключательный знак двоеточек у восклицательный знак только так вот значит первая опция освоить редактор вим в этом вам поможет программа который называется вим тьютор которая собственно но она здесь не стоит можно поставить я думаю что она вот здесь стоит да которая собственно познакомит вас с основами редактора вим вам потребуется примерно 25-30 минут вот вы увидите что редактор вим очень не похож на те текстовые редакторы которые вы использовали даны не в первую очередь тем что когда вы нажимаете просто на какие-то кнопочки но любые кнопочки на клавиатуре на любые буквы это команды редактор любой буквки на клавиатуре это команды редактору а вот для того чтобы буквки на клавиатуре означали вот текста нужно войти в специальный режим вот опять-таки сегодняшнему нашему занятию это не свойственно мы про это разговаривать не будем если вы мне напишите но у нас есть telegram канальчик давайте устроим там обсуждение устраивает ли занятие по виму я могу но в принципе вим тьютор хорошая штука возможны вы и без меня справились а канальчик вернее наше с вами взаимодействие использовать только для помощи поэтому самому но как я уже сказал у вас есть две опции вторая опция это не пользоваться в качестве редактора вимом а пользу с чем-нибудь другим обычно советуют редактор который называется на на я его не советую потому что он страшненький скорее всего если в вашей операционной системе стоит штука под названием midnight канале командир он же mc то у вас есть редактор который называется mc ездит вот он mc ездит настолько неплохой редактор что я видел людей которые в нем прямо программируют профессионально хотя конечно это просто это просто редактор он ни для чего другого не гость вот для того чтобы вам ваш гид при комите комит месседж редактировал редактором ты едет всего лишь достаточно написать вот такое экспорт едитор равняется mc едет кажется это все давайте проверим возможно вижу надо писать как кажется достаточно едет давайте теперь сделаем еще один комит чтобы было просто понятно как происходит работа с гитом ну допустим мы поменяли ридми а мы хотели mc ездит а с те из вас кто принадлежит поколению довольно специфическому такой небольшой диапазон поколений где-то лет десять этому поколению любители синникова так называемые могут вспомнить нортон командир nc едет волков командир вот вот этот самый как его там еще называлось dc он забыл дабл командир ну короче вот вот такого рода двухпанельные текстовые файловые обменники фар менеджер конечно фар менеджер вот да значит те которые помнят им вот этот синенький интерфейс помните перевод нортон командир этих сахить верть это просто туда не влезали буковки русские их вот так вот так вот и переводить вот те которые не помнят даже не пытайтесь освоить освоить нортон командир или mc mc вот потому что потому что двухпанельные синенькая для людей к ним не привыкших но человек который привык дух двухпанельному синенького может вас часами убеждать что это безумно удобно но не убить но mc едет действительно неплохой редактор и можно пользоваться ну давайте мы еще один файл отредактируем это будет новый файл единственная фишка mc едет о которой я хочу вас предупредить состоит в том что он не записывает перевод строки конец самой последней строки обязательно убедитесь в том что у вас перевод строки вручную вставлю посмотрим гид статус обратите внимание что у нас теперь есть файл который redmi который находится в состоянии модифайт то есть он есть в репозитории но вы его поменяли и эти изменения вы пока что не внесли в комит будущий а есть вообще антрект файлы а именно остаток а3 адми богат файл и вот это назар текст который пока что вообще считается мусором ну давайте его добавим добавим их оба вот они оба пойдут в комит мы опять закомитим обратите внимание что я сказал экспорт и надеюсь что этот экспорт где он тут был вот он сейчас приведет к тому что комит месяц комит месяц я буду редактировать не в виме а в мц ездите по вам он гораздо более прост для тех из вас кто не хочет осваивать вид еще вим еще раз повторяю осваивать вим хорошая годная идея вим очень мощный редактор он всегда есть за очень небольшим исключением в любой линук системе на который вы зайдете вот там он реально удобный после того как вы хорошенько на на тренируется не обработать ну в общем да но если вы сказать нет то нет так ничего комит месяц так все закомитили а этот самый ридми у нас остался а в я это очень старый редактор на основе которого был написан вим он практически не развивается существует исключительно из исторических соображений и в общем как правило его ну иногда вим собирают в очень сильно урезанном варианте называют его фиаи но это большая вот поэтому вим просто я начинал связи поэтому иногда буду проговариваться в основном они очень похожи просто вим намного круче значит о чем бишь это я агит статусе посмотрим на гитлог шикарно два комита гитлог минус п покажет нам какие изменения мы делали смотрите у нас появился файл nether txt в котором написанный nether файл и мы файли ридми добавили видите плюс добавили одну строчку а это был предыдущий комит его предыдущие изменения напоминаю выход из этого режима это куклы вы еще можно сказать минус минус стат и тогда вам покажут только сами файлы но не покажут какие конкретный гиф не пока такие варианты еще один способ комета который я на самом деле призываю которым воспользоваться чаще чем редактированием который стоит в том что вы комит мест указывайте прямо в командной строке давайте мы им его сделаем значит добавили и здесь напишем минус м комит месяц что-то такое вот обратите внимание что вот это это и вошло у нас комит месяц никакого редактора не было запущено на всякий случай никакой редактор не было запущено в общем после чего можете редактировать ваши файлы вообще в чем хотите до исходники а комитить гитом без захода в редактор там по умолчанию без экспорт вот эту без без эмцизита можете вот таким способом такие дела так вот у нас аж три комита видите три разных способа в смысле два разных способа с редактором и без ряда то чем мы сейчас занимались было работой с локальным репозиторием напоминаю что локальный репозиторий лежит у вас каталоге .git вот там каталогах objects лежат какие-то объекты не по именам а по их хэшсумом md5 объекты бывают по трех типов комиты сами файлы и бранч с точки зрения гита комит это состояние вашей рабочей копии на определенный момент времени плюс информация о том из какого предыдущего состояния то есть какого предыдущего комита это новое состояние было получено то есть когда мы говорим гитлог нам вот этот идентификатор указывает на набор файлов по состоянию на 19 39 12 значит 17 сентября и еще сказано что он был получен на основании вот этого набора файлов а он был получен на основании вот этого чтобы вы понимали гид хранит не разницу гид хранит вообще все объекты которую вы когда бы то ни было создавали и комитили внутрь репозитория то есть каждый комит это полный набор всех объектов просто если вы из 20 объектов поправили два то в следующий комит будут записаны ссылки на все 20 объектов но два поправленных будут новые а 18 непоправленных будут старые но ссылки будет все 20 удобно в этой схеме не хватает то куда мы это все будем публиковать для успешного решения домашних заданий вы должны свои репозитории куда-то опубликовать это видим последнее о чем я хотел бы сегодня рассказать технически я надеюсь что мы успеем как вы это будете делать публиковать ваши репозитории на какой платформе вы это будет совершенно все равно мне было вам не важно чтобы я имел возможность этот ваш репозиторий склонировать и посмотреть на него наверное самый такой популярный пример пример с гитхабом вот вам следует туда зарегистрироваться если вы хотите именно с гитхабом работать залогиниться начать с ним работать обратите внимание на новость появилась офис появился официальный ком онлайн клиент для работы с гитхабом то есть то что я сего сейчас буду делать через броузер чисто теоретически можно сделать с помощью клиента он называется кажется у него есть очень очень смешное и как это оригинальное название он называется кли только онлайн интерфейс просто клик вот значит но я буду тем не менее делать это даже скажем так я буду это делать просто через броузер потому что ну это короче но в принципе можно можно воспользоваться вот этим интерфейсом вот возможно меня какой-то момент припьет я расскажу как им пользоваться гитлап тоже неплохо просто гитхаб типа самый популярный вообще все неплохо я например все наши паспо пакет в адринусе прям на нашем сервере у них там у нас свой интерфейс как раз ком онлайн через сссх кстати сделан но кей значит берем какой-нибудь какой-нибудь репозиторий ну скажем новый не у репозиторий он меня публичный называться он будет прок нет дев линукс и линукс дев конечно линукс дев 2020 вот в нем ничего не будет лицензия наверно добавить до лицензия пускай будет везде что я типа ничего вот можно еще про getignor я уже обещал рассказать про getignor значит давайте мы getignor сишный файл создаем репозиторий публичный можно в нем get rid me записать можно не записать можно выбрать лицензию а тут есть лицензия типа делайте что хотите по моему он социализирует сделать что хотите ну ладно бсд3 нам тоже сойдет пускай будет бсд3 вот создаем его что в этом время в это время происходит там на стороне гитхаба происходит тот самый гитинит который мы сделали здесь вот и в него автоматически делятся всякие файлы с где ты говорим сейчас мы разберемся заодно посмотрим вот предложение которое со стороны подходил чем мы теперь можем сделать теперь мы можем взять и склонить это репозиторий да давайте мы прям отсюда гиткон пожалуйста обратите внимание какой я урыль я сейчас клонирую через хтп вот обратите внимание на наличие каталога . гид на наличие файла лиценз который был сгенерен автоматом и на наличие файла getignor давайте на него посмотрим getignor это список файлов которые не будут добавляться в репозиторий даже если мы их добавляем только если мы явно это делаем то есть файлы которые являются генератами трэшом бэкапом чем угодно кстати я тут не вижу буква бэкап файла от вима давайте мы его добавим вот теперь вот теперь видите вот теперь как видите да у нас из вот этого списка гид статуса из списка файлов которые 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 нужны и считаются антракт редми пропал редми телечка пропал и он теперь никогда не попадет в наш репозиторий это хорошо да он тут а его тут нет ну давайте давайте мы попробуем попробуем вот так вот сделать вот так вот сделать да о о видите да значит несмотря на наличие файла license тильдочка в каталоге из-за содержимого файла getignor давайте кстати от . getignor гид коммит минус а ну минус м от . . getignor а ты дышь значит еще раз да для того чтобы затащить себе в локальном виде удаленной репозитории на сказать гид клон где он тут вот он теперь наша задача запушить его обратно да ну вот мы что-то поделали вот мы еще что-то поделали внимание мы не просто отредактировали файлы мы сделали серию коммитов серию не один коммит несколько которые перевели в такому состык такому наш репозиторий в такое состояние что теперь его не стыдно публиковать обратно то есть мы решили одну задачу решили другую задачу решили третью задачу и теперь можно публиковать это что мы опубликуем пускай видят все потому что мы улучшили наш исходный код тогда мы говорим get push вот и тут возникает некоторая проблема мы должны затолкать на github наш личный репозиторий поэтому у нас должны спросить логин и пароль вот ну логин у нас по моему был фрубер джордж а пароль и себя помню а я попал то есть когда мы клонили публичный репозиторий никто у нас логина пароль и не спрашивал а когда мы пушим в публичный репозиторий разумеется у нас спрашивают логин и пароль потому что ну а как иначе это наш личный репозиторий обратите внимание что содержимое этого репозиторий сейчас изменится у него теперь будет наш гит игнор который мы поменяли у него будет один бранч вот он а где то еще должны быть комит и история комитов не вижу но они тут есть короче вот 2 комит вот два комита и не шел комит и да обратите внимание кто за комитил кто за комитил 2 комит дать него посмотрим кто автор автор человек по имени юрный что это за юрный такой а помните когда у нас гид спрашивал а кто вы такой а какая ваш какая ваша почта мы туда вписали этот юрный ну вот это он и есть три минут назад закомитил вот такую чушь вот так выглядит цикл работы с гитом локальный цикл вы каждое свое изменение комитете описывайте какую задачу вы решили публичный цикл состоит в том чтобы сначала делается что-то типа ну давайте вот что сделаем давайте я покажу вот мы сейчас мы сейчас добавим туда файл readme какой-нибудь вот начинаете каждый каждый свое взаимодействие начинаете с командочки гидку уже клон этапе первичные клонирования гиппул это синхронизация он вам горит смотрите приехал файл readme вот он шикарный вот дальше производить какое-то редактирование дальше говорите гид от можно сказать гид от . в этом случае будет будут добавлены все файлы в текущем каталоге обратите внимание только те которые ну не содержатся естественно в гид игнор гид комит минуса ну где пуш не так дальше можете вносить второе изменение 3 4 5 пока вам не покажется что ваш проект можно публиковать и тогда вы говорите кит уж тогда последнее что я успею рассказать вам за пять минут это как работать с удаленным репозиторием не по хттпс а по ссх ради чего я вообще рассказывал всю предыдущую тему ссх все очень просто смотрите у вас есть не так с генерированный вами публичный ключ вот он вы можете вашему гитхабу сказать в настройках добавить еще один ключ а вот он ключи не с хаки вот да да вот я уже нашел спасибо берем этот ключ это публичный ключ обращаю ваше внимание приватный ключ не нужен никому он никогда не копируется и добавляем он правда спросит вот их два теперь мы можем смело клонить наш наш репозиторий не по протоколах ттпс с логином и паролем каждый раз а по протоколу с ссх нет вот этот не он вот этот а вот эти тут написано как это сделать с помощью командочки гахарепа ну мы будем делать с помощью командки ссх вот давайте мы это сделаем только давайте подвинем вот этот вот гид клон или там достаточно вот так сказать да гид клон что у нас происходит сейчас помните обмен первоначальными ключами ну да обмен первоначальными ключами вообще говоря я бы хотел поискать является ли вот этот ключ гид хабовский гид хабовским да спасибо дорогой это он у него на сайте написано что это он с нас не обманули на спустили на гид хаб мы склонировали обратите внимание мы зашли туда по ссх мы склонировали репозиторий и нас никто не спросил пароля у нас могли спросить пас фразу от нашего ключа но наш ключ не заключен не защищен под фразой поэтому все вот при этом мы можем что сделать мы можем здесь вот вот так вот мы можем что-то от редактировать да мы можем сказать гид комит минус м сначала забудет кстати ну раз уж пошла такая пьянка вы бы наверное заметили что я всегда пишу здесь минус а потом его удаляю что такое гид комит минус а гид комит минус а означает за комитить все что я изменил вот новые файлы не войдут в этот комит а старый даже если они сейчас on track но стоит же они так но над стоит с ключиком минус а они все сразу зайдут туда собственно все обратите внимание что я сейчас скажу гид пуш то мне никто опять не спросит пароля максимум что у меня спросят это пас фразу от ключа но мой ключ без пас фразы и вуаля все приехала обратно на все приехала обратно на сервер мне осталось три минуты две минуты за эти две минуты я расскажу одну простую вещь как делать домашние задания скажем так как делать практику практика делается так первое где вы сходите гид все равно github get love если у вас есть возможность прислать мне ссылку на ваш публичный репозиторий мне достаточно где брать линукс если вы так или иначе работаете с линуксом работайте с вашим линуксом все текущие вопросы что куда ставить как как где можно решать сообща в нашем чайчике у нас там уже 100 человек вот значит я помогу и люди знающие помогут нормально если вы уже работать с каким-то своим линукс если у вас никакого линукса нету есть несколько вариантов самый простой вариант взять virtual box поставить сюда туда произвольный дистрибутив нет самый простой вариант 3 самый простой вариант получить от меня сссх прислать мне сссх-шный ключик и получить лично в телеграммке личным сообщением и получить от меня информацию о том как заходить на сайте ну вернее по сссх в окружении где все будет нужно и соответствующие лекции уже установлены там можно работать это самый простой способ то есть освоить найти ссх-клиент освоить ссх-клиент работа по ключу и зайти получить прислать этот открытый ключ мне вот а я вам расскажу куда заходить более сложный способ но тоже простой это взять дистрибутив из серии дистрибутивов семейства alt то есть компании базальт спо и сообщества альтлинук steam в котором я состою потому что это это такие линуксы по которым я все равно все вам расскажу и поставить его либо на какую-то машинку вот которая вам ну как бы который не жалко что-то новое ставить либо виртуал очков какой-то virtual box отлично ставится все виртул бокс отлично работает вот если вас по какой-то причине не нравится альтлинук ставьте что хотите если вы знаете лучше тому бунт ставьте будут вот значит и так получить от меня логин работать на своем линуксе поставить линукс коробочку еще один вариант это линуксатор от windows 10 который по слухам юзерспейс ubuntu воспроизводит очень хорошо там прямо ядро собрана такая защиты линуксового вокруг этого ядра намотана linux юзерспейс вот ничего не знаю про линуксатор винде вот ссылочка здесь есть можете попробовать можете попробовать это домашнее задание состоит в том чтобы к следующему разу у вас был собственный репозиторий в котором вы можете что-то пушить и его публиковать в следующий раз будет уже формальное домашнее задание вы мне пришлете ссылку на этот репозиторий в котором должно быть должен быть опубликован решение тех тех практических задач которые мы будем делать вот новые сель же ссылка так и есть windows для линус все так окей мы уже выходим за рамки так что я поскольку не вижу особых вопросов только помощь мне спасибо видимо вопросы тогда все переезжают в телеграмку вот значит на сегодня у нас тема ссх гид так или иначе надо это освоить я еще немножко редактирую этот планчик чтобы послать вас в место гид для винды значит на книжку про гид вот это все смотрите про ветки и вообще про работу с китом не сейчас основной если вы видели план наш про разработку видите если вдруг меня сообщество начнет просить давайте прочтем еще лекцию про гид более глубокую я прочту все большое спасибо всем потому что уже мы как бы вышли за рамки следующий раз я начну раньше возможно где-то минут 15 чтобы закончить раньше все до этого до свидания